Блины с индейкой, с белым грибом, муссом, пармезаном. Сейчас мы натрем еще сверху тертый пармезан. Вот такая эстетика. Эстетика присутствует во всех масленичных блюдах. Блины с лососем, блины с ягодами, блины без глютена, овощные и так далее. Изобретая авторские блинные фишки, рестораны и другие заведения общественного питания Барнаулы удивляют своих гостей. Мы всегда стараемся делать, как-то удивить, придумать что-то новое. И сделали такое небольшое, разработали меню. Классические блины, сметана, масло. Но чуть-чуть у нас авторская маленькая кухня такая, и мы маленько от себя добавили. То есть сделали разновидность, чтобы это было красиво, вкусно. То есть ты поел и красиво, вкусно и плотно. Блин как блюдо и масленица, как праздник, корнями уходит в язычество. В то время вся работа останавливалась, и люди каждый день пекли круглые лепешки. Круг – общий символ кухонь разных народов и наций. Например, в Мордовии готовят пышные дрожжевые блины из пшеничной муки и пшеные крупы. Они называются пачат. В Удмуртии пекут табани, в Татарстане тэбикмэк. В Корее тоже есть особые лакомства. Замешивается тесто до консистенции густой сметаны и отправляется на сковороду в большое количество масла. Так как тесто у нас густое, нам нужно помочь ложечкой распределить его. Вкусовые отличия от русских блинов значительны. Русские блинчики – это своего рода ближе к чаю подаются. А эти блинчики корейские, они могут заменить, допустим, хлеб. Так в Узбекистане вместо хлеба едят традиционную тандырную лепешку. Выпекают ее тоже в форме солнца. А в Беларуси любители картошечки делают драники. Это все та же тертая картошка с яичком, с мухой. Готовят это блюдо как и на праздники, так и в повседневные дни. Это очень вкусно. Как правило, все дети любят драники. Это, если не первое, то второе блюдо на масленицу. Ее в Беларуси гуляют так же ярко, так же мощно, как и у нас. В Алтайском крае проживает более 140 национальностей, но схожесть обычаев и традиций объединяет всех. У нас здесь с вами и лепешка узбекскую, у нас сегодня драники, у нас сегодня рисовые вот такие вот лепешечки, блинчики. И все это, то, что у нас сейчас масленица, еще и очень похоже. Именно то, что кругло, именно символизирует солнышко. А еще круг, на мой взгляд, это всегда единство. Единство, дружба. А изобилие блинов в масленицу издавна считается предвестником богатства и хорошего урожая. Ну все, ребят, давайте доедать и пойдем жить чучело. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.